Обычно посторонним вход воспрещен, но сегодня депутатам городского собрания и главе города Чебоксары сказали, добро пожаловать. Они проверили, насколько детские оздоровительные лагеря готовы к летним сменам. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Лагерь «Березка» основали в далеком 1962 году. Тогда он действительно был пионерским. Конечно, в самодельных шалашах нынешние дети не спят, но 52 года не прошли для лагеря обесследно. Нужен ремонт, а на это нужны деньги. И город, как отметил глава Чебоксар, на отдыхе детей не экономит. К примеру, уже сейчас за отдыхающими присматривают не только вожатые, но и систему видеонаблюдения. У нас три муниципальных лагеря. «Березка», «Волна», «Бригантина». И с года в год мы больше средств выделяем на модернизацию этих детских лагерей. Корпуса, конечно, они уже, можно сказать, морально устарели и требуют вложения средств, требуют ремонта. В ближайшие 2-3 года полностью этот лагерь мы будем модернизировать, чтобы он соответствовал современным требованиям. Основная задача – сделать «Березку» лагерем круглогодичным. До недавнего времени, в холодное время года, детей могли размещать только в главном двухэтажном корпусе. С этого года мест станет больше. «Был проведен косметический ремонт всех помещений лагеря. Были утеплены два спальных корпуса детских, на которые бюджет города Чебасара выделил полтора миллиона». Кроме того, в лагере обновили мебель, электропроводку, кое-где заменили окна, отремонтировали систему отопления. Лагерь «Бригантина» стоит практически на берегу Волги, но чтобы купаться, идти вообще никуда не надо. Здесь есть бассейн. К нынешнему лету там установили новые фильтры. В скором времени возьмут пробы воды. Ну а пока индикатором чистоты стал депутат городского собрания. Вода чистая, теплая, артезианская. Детям уже можно купаться. С нагулиным аппетитом можно отправляться в новую столовую. Здесь сделали ремонт, утеплились, обновили линию раздачи. На все про все вместе с фильтрами для бассейна лагерю выделили полмиллиона рублей. На этом модернизация, вероятно, не закончится. Конечно, планов море. Во-первых, это утеплить корпус, чтобы мы могли уже работать спокойно, комфортно и в межсезонье. Так скажем, это весна и осень пока в ближайшее время. На зимний пока мы еще не можем перейти. Конечно же, нам здесь необходимы просто честные сооружения, то есть они бы нам многие проблемы решили. Иными словами, бытовые условия год от года становятся лучше. Зато неизменными остаются традиции – рассказывать страшилки и мазать соседей по ночам зубной пастой.